У меня есть веб-сайт. Два веб-сайта, которые, в принципе, зеркала одного и того же контента, один и тот же. Веб-сайт andrieromanenko.com, он на трех языках, по-английски, русски и по-испански. И второй веб-сайт romanenko.com, это язык на русском языке, веб-сайт исключительно для русскоязычной аудитории. Естественно, на второй веб-сайт я выкладываю статьи, которые я не перевожу на английский и испанский, они могут быть неинтересны. А там есть, где вопрос задать или только по имену? Вы, конечно, можете задать вопрос в любом из комментариев к любой статье, я постараюсь ответить. Но если человек хочет, чтобы вы проанализировали его конкретную ситуацию и спросить, есть ли у него кейс, как ему помочь, лучше все-таки написать сообщение. Я принял в виду, что, может быть, у вас накапливается какая-то база знаний, если есть часто задаваемые вопросы, и вы можете отвечать публично, чтобы другие люди могли почитать, прежде чем ваше время отнимать, я одну и то же сто раз спрашиваю. Михаил, база знаний накапливается постоянно, и я ее выкладываю в виде статей, а не комментариев. Я считаю, что если есть какие-то вопросы, которые меня задают постоянно, естественно, лучше их описать, на них ответить, и отправить человек в первую очередь почитать эти статьи, прежде чем задавать свои конкретные вопросы. Комментарии, я думаю, они не так полезны, потому что рассеянность внимания человека, читающего, он сначала прочитает статью, а дальше лазит в комментариях, половине из которых не будут относиться вообще к его делу, по-моему, не стоит. Вот такой вопрос у нас есть. На самом деле, неплохой вопрос. Я вижу очень много этим, у меня внутри все замирает, вот когда говорят, ой, а зачем там вообще адвокат, да вот у нас там пацаны, там сами подавали, там все получили, я думаю, ой, думаю, мама родная, он потом пойдет к адвокату, такой уже с испорченным кейсом, когда уже спасти, там мало чего можно. И, ну вот, с вашей точки зрения, как-то, да, я просто как-то человек со стороны, но вы изнутри. Вот тут вопрос такой, я зачитаю. Что может сделать иммиграционный адвокат? Может они про чудеса какие-то спрашивают, я не знаю. В чем заключается его работа? Нет, ну в чем работа? Какие гарантии? Вопросы о гарантиях интересные, да, там, вот, а вы гарантируете там получение политического мира? Я не знаю, что они имеют в виду. Какие гарантии? Ну, сколько стоят услуги, мы поговорили, но вот все-таки, в чем, ну, в чем, в чем работа? И если не гарантии, то, скажем, насколько вырастает вероятность, и так далее. Я думаю, что вопрос о том, скажем, деньги, которые платятся, вот эти 6-7 тысяч, да, что ты получаешь взамен, грубо говоря, да, то есть вот, я понимаю, что есть люди с юридическим образованием, которые, может быть, сами могли бы очень много чего сделать. Я читал несколько историй, и даже книжку один написал, вот он, юрист, написал книжку, как получать убежище, там, с историями. Вот российский юрист, но он здесь сам получал, это на основании своего опыта и изучения. Он написал такую книжку для людей, которые на русском языке, там, ну, как-то, скажем, вот, общее понимание. Я просто чего хочу сказать, вот, изнутри, вот, вы специалист, вы, там, продаете, можно сказать, экспертизу в чем-то, правильно? Ваша работа состоит. Значит, вот, я вижу, вы улыбаетесь, но все-таки. Я улыбаюсь, потому что вы задали не один вопрос, а как минимум три, и я пытаюсь запомнить все три вопроса, чтобы на них ответить. Поэтому давайте пойдем в обратном хронологическом порядке. По книжке, книжку я читал, смотрел, да, меня книжка улыбнула, комментировать не буду. Дальше, по гарантиям, никакой уважающий себя иммиграционный адвокат не даст гарантий, поскольку не адвокат это дело решает, решает дело иммиграционный офицер и судья. Это раз. Во-вторых, гарантии давать неэтично и незаконно. Меня могут лишить лицензии, если я пообещаю клиенту, что он свое дело выиграет. Более того, мы в любом контракте всегда прописываем, что гарантии не даем. Нам закон это не позволяет. Оценить дело и сказать, какова вероятность выигрыша у этого человека я могу, и я могу показать слабые стороны. Это, естественно, то, зачем человек, в принципе, к нам и приходит. По тому, кто может что сделать сам, и как мы с вами в начале разговора говорили. Есть люди очень хорошо образованные, подкованные, и, может быть, им адвокаты не нужны. А есть люди, которые и по-английски не говорят, и образования высшего не имеют. Их, возможно, очень сильно преследовали в их стране. Чтобы подать это дело, и офицер это дело рассмотрел и дал положительный ответ, помощь адвоката просто необходима. По крайней мере, стоит даже, если человек чувствует себя уверенно и начитался всех книжек руководств, чего угодно, прочитал все форумы, изложил свое дело, подготовил документы. Может быть, все равно стоит идти на консультацию к адвокату, показать свое дело, задать конкретные вопросы и получить оценку перед тем, как все эти документы отправляют службу эмиграции. Последствия могут быть очень серьезные. Вы сами понимаете, и вы уже об этом сказали. Человек, написавший свою декларацию, подавший свои документы, дальше не может ничего из этого поменять. Он может сделать какие-то изменения, но если он подаст вторую декларацию, которая будет существенно отличаться от первой, человеку уже на этом основании могут оказаться в политическом убежище. То есть, возвращаясь к тому, что может сделать эмиграционный адвокат. Когда ко мне приходит клиент, на дело оцениваем, рассматриваем все элементы. Я применяю знание законов конкретным фактам по этому делу. Во многих случаях, я бы сказал, в 50% кейсов тех, которые ко мне приходят, мы находим, мы квалифицируем те факты, которые произошли с человеком, как преследование, а человек об этом даже не задумывался. Допустим, domestic violence. Женщина живет со своим мужем в России. Домашнее насилие происходит постоянно в их семье. Она обращается в милицию, милиция не реагирует. Ее также преследуют по, допустим, политическим причинам. Приехала, подает на убежище по политическим причинам. Она вообще не забывается о домашнем насилии. А это как отдельная группа классификации кейсов. Ее нужно указывать обязательно, потому что таким образом шансы получить убежище гораздо больше. И таких моментов находится очень много. Более того, человек... Опять же, я не хочу вдаваться в анализ кейсов, приводить какие-то примеры, но это моя работа, это то, что я делаю. Анализирую кейс. Дальше занимаюсь человеком. Если человек решил, что лучше идти с адвокатом заниматься до конца, и идти брать с собой адвоката на интервью по политическому убежищу. Дальше мы готовим декларацию, собираем документы вместе, разбираемся, какие документы нужно собрать, что нужно получить из страны и преследования. Переводим. Собираем статьи по стране. И когда у нас накапливается весь этот большой файл, большой кейс, мы готовы подавать в убежище. Мы его подаем, отправляем. Я извиняюсь, я себя, может быть, перебиваю, но когда вы сказали, какие документы нужно получить из страны, очень много народу спрашивает, я должен документы подготовить до, или я могу приехать, понять, что требуется, поговорить с садистами и так далее, и уже каким-то образом пытаться задним числом документы вытаскивать из страны. То есть я понимаю, что там есть элементы этические, но в данном случае вы сказали, что когда он уже здесь, можно сообразить, какие нужны документы, и можно их как-то получить оттуда. Это делается? Так обычно и происходит. В большинстве случаев человек поговорил с адвокатом, разобрались, какие документы необходимы, через родственников, знакомых, друзей он эти документы получает, возможно, там переводит, сюда присылает по почте, передает с друзьями, и все эти документы прикладываются в дело. То есть ему никто не скажет, а как ты вот задним числом-то уже был в Америке вдруг? То есть понятно, что он может кого-то попросить? Михаил, мы сейчас говорим не о получении каких-то фальшивых, эффективных документов задним числом. Мы говорим, допустим, о том, чтобы человек привез сюда в Соединенные Штаты свою медицинскую карточку. Ничего сложного нету в том, чтобы человек кого-то попросил из родственников сходить в поликлинику, забрать медицинскую карточку и сюда отправить. Опять же, какой может возникнуть в этом отношении вопрос у миграционного офицера? Почему ты отсюда эти документы запрашивал? Естественно, почему? Потому что мне нужно доказать свое дело. Ну, просто карточка – это очень общий документ. А может быть, например, там справка о том, что, допустим, вот у него там был обыск, например, дома, да, конкретно такого-то числа. И вот, допустим, это уже где-то в милиции, это какая-то отдельная справка там, или там он был арестован, или он, допустим, на 15-й где-то там, или он по обвинению. Вот у меня один этот товарищ пишет, что если у меня есть повестка из прокуратуры, и мне грозит срок за незаконный митинг. Кстати, вот незаконный митинг – все-таки это же нарушение закона? Давайте вернемся сначала к повесткам, справкам, и всему тому, что человек везет с собой, либо потом запрашивает друзей и знакомых. Итак, то есть повестка была еще до того, как человек приехал. Она существует. Арест был, справка существует. Я не вижу никаких проблем с тем, чтобы человек потом из Соединенных Штатов кому-то позвонил и попросил, нельзя ли мне получить копию, либо оригинал этой справки, либо выписку из моей карточки. То есть можно и копию тоже? Можно и копию. Любые доказательства – это доказательства. Понял. А вот еще был вопрос, так мелким таким шрифтом, он был вопрос, а вот если там есть камера видеонаблюдения, я даже не знаю, где это такое, security какая-то, я не знаю, где он взял такую запись, но вот если в американский суд придет с там файлом и с камерой видеонаблюдения. Опять же, мы давайте сделаем различие между судом и сайлем офисом. Да. Иммиграционный офицер не будет смотреть запись с камерой видеонаблюдения, иммиграционный офицер не будет прослушивать видеофайлы. По той простой причине, что тот диск, который вы приносите, передаете в службу иммиграции, может содержать какие-то вирусы, если он загрузит его в свой компьютер, посмотрит и какая-то утечка информации произойдет, это не допускается их правилами. Любые видеонаблюдения, звуковые файлы нужно транслимировать, то бишь, если у вас есть какой-то записанный разговор, вместо того, чтобы предоставить запись, нужно сделать его транскрипцию, слово в слово прописать, что говорится в этом разговоре. То есть можно по-русски или перевести? Сначала по-русски, потом перевести и предоставить вместе со своим делом. Можно принести с собой эту запись для офицера, иметь ее с собой на вашем телефоне, проигрывателе, но вряд ли офицер будет это слушать, если где-либо запись предложена, она у него есть. А в суде будут? В суде, в иммиграционном, у меня лично не было такого опыта, чтобы человек приносил видеопроигрыватель, либо просил судью посмотреть камеру видеонаблюдения. Давайте такой теперь вопрос. Вот спрашивают, какие бенефиты может получить человек после получения политического убежища? Я на самом деле очень часто встречаюсь с таким мнением, что если человек в США приехал и ему статус беженца дали, то он теперь как-то в коммунизм должен попасть и его там со всех сторон должны обеспечить. И он говорит, а мне вот что мне дадут? Дадут ли мне жилье? Дадут ли мне там бесплатную медицинскую страховку? Дадут ли мне работу? Детский садик для детей. Да, мне задаются эти же вопросы. И Assignment Office в Сан-Франциско проводит семинары для тех, кто получил политическое убежище. Если не ошибаюсь, каждую неделю они проходят. Я могу посмотреть эту информацию и выложить себе на веб-сайт. Но вообще эта информация есть и в иммиграционном суде, в комнате 800-й на 8-м этаже 100 Montgomery в Сан-Франциско. Нет, к сожалению, человек не попадает в коммунизм. И детский садик для детей не дадут. И бесплатного жилья тоже не будет. И абсолютно бесплатной медицинской страховки на долгие годы, скорее всего, тоже не будет. Но из основных бенефитов, которые человек получит, это будет медицинская страховка на 8 месяцев. В Калифорнии медикал, в других штатах. Называется по-другому. Фуд-стемпы и какие-то деньги на то, чтобы снять жилье. Но эта программа длится 8 месяцев. На нее нужно подавать сразу с того момента, как вы получаете политическое убежище. После этого, если она заканчивается, у человека могут быть другие основания, чтобы получить какие-то бенефиты в стране. Допустим, малолетние дети, на которых положена помощь человеку, он стоит на вэлфер. В принципе, это вопрос не столько к иммиграционному адвокату, сколько к какому-нибудь социальному работнику. А вот такой вопрос. Как бы тоже скользкая такая штука получается. Вот приехал человек, полгода он там, допустим, у него была виза на полгода, допустим, гостевая туристическая. И он там ближе к концу этого полугода он подает на политическое убежище, а потом он предстает пред лицом, скажем, иммиграционного офицера или через некоторое время предстает перед лицом судьи. Никто ему не говорит, ты расскажи-ка, вот друг, как ты, не имея разрешения на работу, вот уже год или там полгода живешь в стране. Может, ты подрабатываешь день и бегает, а вот не возникает эта тема. Или подразумевается, что все равно жить ему надо, и даже если ты нелегально, то уже бог с ним. Тема возникает еще тогда, когда человек подает на политическое убежище в форме А589 нужно написать, где человек работает, работал в последние пять лет. И, естественно, человек должен говорить правду и писать правду. Если человек работал без разрешения на работу, нелегально в то время, как он ожидал своего слушания по политическому убежищу, это не будет преградой для его получения политического убежища. А если он, допустим, до подачи, вот первые шесть месяцев, например, пока он был по туристическим визам, подрабатывал, то это уже как бы препятствие. Михаил, ну, допустим, человек просрочил свою визу, свой статус, шесть месяцев прошло, он уже находится нелегально в стране, допустим, больше, чем один день, и подает на политическое убежище. Он нарушил миграционное законодательство, да, его статус закончился, а он здесь находится без разрешения. Он приехал по визе B1-B2 и работал, нарушил он свой статус, да. Препятствует ли это получению убежища? Убежища? Нет. Он может подать своевременно в течение года с момента въезда и получить свое убежище, если докажет, что его преследовали, будут преследовать, несмотря на то, что он работал, работает, будет работать. Это не важно. То есть ему нет нужды скрывать, что он, например, работал? Скрывать нет нужды никакой. И более того, не рекомендуется скрывать ни в коем случае. Я почему спрашиваю? Потому что многие спрашивают, как же так, я приеду, права на работу нет, а как же я буду жить? Ну, ему говорят, ну, будешь работать нелегально. Значит, человек, а если я буду работать нелегально, то мне потом видишь и откажут в чем-то. То есть получается так, если он не скрывает, работал нелегально, а все это объясняется тем, что у него не было другого выхода, что он боялся вернуться, что он туда-сюда, то есть как бы грузки вот этой концепции, что да, он вел себя недостаточно кошерно, но у него как бы выхода не было. Начнем с того, что в вашем примере этот человек нарушает иммиграционное законодательство еще до того, как он в страну въехал. Когда он идет в консульство и получает свою визу, собираясь подавать на политическое убежище в США, он уже нарушает иммиграционный закон. И дальше он приезжает, работает по визе B1, B2, он еще раз его нарушает, потом он остается дольше 6 месяцев, тем самым нарушает иммиграционный закон. Ну и что? Ни одно из этих оснований не препятствует ему получить политическое убежище. И чем больше он нарушений таких совершит, это не значит, что они накопятся и в конце концов ему откажут убежище. Ну, я считаю, что очень важно было это сказать. И очень важно было ребятам это услышать. Потому что действительно, у нас на канале, несмотря на то, что люди из России, из Украины и так далее, очень много законопослушных людей, которые не хотят нарушать законы. Поэтому, я считаю, что вы сказали, это дарково стоит на самом деле вот этот разъяснение, которое было дано. Ну что же, я думаю, что мы на самом деле более-менее вопросы все осветили. И если вы не возражаете, мы тогда просто призовем задавать другие вопросы. Может быть, мы там через пару месяцев деньги еще раз соберемся и уже в продление этого пойдем. Что спросим. Я с другой стороны хочу сказать, что важно было то, что вы сказали, что можно в скайпе получить консультацию, или как-то телефону. И, значит, соответственно, мы должны дать координаты. Вашего сайта достаточно, вот ваших тех двух сайтов? Андрей Романенко.com и Романенко.com. Моих двух сайтов достаточно. Я регулярно проверяю свои сообщения, которые я получаю, и по имейлу, и отвечаю на телефонные сообщения. К сожалению, я не успеваю и не могу читать комментарии на YouTube-каналах. Где-то я участвую в каких-то форумах в интернете, оставляю ответы, но на все время и не хватает. Поэтому обратиться за консультацией, конечно, было бы самым быстрым и надежным способом получить ответы на ваши вопросы. Ну, отлично. В этом случае мы дали путь. Если у кого-то действительно такой интерес настойчивый, то путь такой есть. отвечать на детали. Очень много вопросов. А у меня вот такая ситуация. мне, с одной стороны, как бы не хочется сказать человеку, что мы не можем ответить на этот вопрос, но с другой стороны, мы не можем ответить на этот вопрос, потому что мы не знаем всех деталей. Поэтому как бы вот чтобы никто не обижался и не был в претензии к тому, что действительно есть вещи, которые нельзя ответить вот так форумно или там публично просто в силу того, что нет деталей. нет диалога. И вот этот диалог он на самом деле все решает. Вот то, что вы сказали про то, что люди даже не представляют сами, что вот есть какие-то факторы, которые могут войти в кейс очень успешно. Они не знают, но если с ними не поговорить, мы тоже не узнаем. Поэтому вот эта часть тоже очень важна. Я вижу очень много людей, которые сами берутся судить вот хороший кейс или нету кейса или еще чего-то. И я тебе такое послушай, при всем уважении как бы и понимании, чего бы тебе со специалистом-то не поговорить, потому что есть вещи, которые мы... Ну, ты не знаешь, и я не знаю, и на форуме никто не знает. А может, есть кто-то, кто знает, да и не скажет, и я не знаю, что это. Ты не можешь зависеть от чего-то, что подвесло в воздухе. А еще хуже, Михаил, это когда кто-то, кто не знает, сделает вид, что знает и ответит на форуме, а человек понадеется и ему в чем-то откажут. А такого я вижу очень много и на форумах особенно информации сейчас очень много. Волосы встают дыбом от информации, которую я нахожу. Бывает, не все откорректируешь, бывает, просто видишь каких-то повторных людей, отвечающих повторно и неправильно. мошенников занимаются и пользуются людьми несведущими, приглашают на консультации в то время, как они не имеют права вообще такие консультации давать. Такой вопрос я вам задам. Вот я кое-что наблюдаю в сети, в частности на Ютубе кое-что наблюдаю. Вот я понимаю, что вы как адвокат со всеми требованиями лицензионными, вы не можете сказать человеку, значит так, у тебя хороший кейс, я вижу, значит иди получай туристическую визу, там сейчас приезжаешь, мы тебе делаем. Это за пределами того, что вы можете позвать. Значит, я вижу другую ситуацию. Я вижу ситуацию, когда есть адвокат. У адвоката есть некий маркетолог. Он вообще никто, ну вот просто человек. И маркетолог, у него мощная компания на Ютубе, вот там все, он говорит, я тебе, у нас большая юридическая контора, я их представляю как бы интересы в той или иной форме, я им, я вас посылаю к грамотным людям, значит, я вам сделаю билеты, значит, там тебе политическую бежу, я тебя сведу с нужными людьми, я тебе сейчас пришлю приглашение на конференцию, мы тебя привезем вот туда-сюда, значит, и дальше ты пойдешь с точки зрения, как бы, я не говорю этики, но я говорю с точки зрения закона и лицензионных требований, если адвокат пользуется услугами вот такого маркетинга, это как-то его, ну, подставляет, или он, он чист, в той вере, в какой это не, не его организация, и он, как бы, к ним прямого отношения не имеет? Если этот человек работает на этого адвоката, они работают в пределах одной фирмы, нет, нет, разный, какой-то паралегал, вы говорите про какого-то другого отдельного маркетолога, отдельный маркетолог, в Соединенных Штатах это называется немножко иначе, это называется нотариус, почему? Потому что в Мексике по слову нотариус занимаются законом адвокаты, адвокат по-испански это нотарио, и такие нотариусы открывают здесь свои конторы и представляются как люди, сведущие, знакомые с инфрационными законами, хотя на самом деле они законов не знают, к ним люди приходят, обращаются, подают какие-то документы, им отказывают, и дальше нотариус отправляет человека к адвокату. Работать с таким нотариусом адвокату неэтично, это раз, если более того, неэтично адвокату и запрещается законом делить свою прибыль с человеком, который не является адвокатом. По закону в штате Калифорния такой адвокат может потерять свою лицензию, если он делится своей прибылью. Но за маркетинг услуги можете платить? понимаете, вы приводите клиента, он рекламируется на ютюбе, у него поток клиентов, он говорит, ты пройдешь к Васе Сидорову, он адвокат, а я тебе сейчас визу сделаю туристическую, и ты к нему идешь. Вы приводите такой borderline кейс, мне тяжело на него ответить, потому что нужно смотреть, во-первых, лицензия каждого адвоката зависит от штата, и лицензионные требования в Нью-Йорке отличаются от калифорнийских. Я считаю, что это неэтично, конечно, адвокат должен отвечать за то, с кем он сотрудничает, с кем он делится прибылью, какие кейсы он получает от непрофессионалов, и сколько мошенничества в это вовлечено, рано или поздно, если такого адвоката возьмутся федералы расследовать, и окажется, что все его кейсы вот таким образом добытые при помощи мошенничества, не только он потеряет свою лицензию и его посадят в тюрьму, но и все эти кейсы откроют и отправят людей в процесс депортации. То есть даже уже гражданин могут отправить? К нам приходят разные кейсы от тех адвокатов, которых уже расследовали и нашли мошенничество, забирают генкарты, забирают статус беженца, отправляют в процесс депортации, в принципе, да, даже гражданина гражданство могут забрать, в том случае, если гражданство будет лишнее мошенничества путем. мошенничества, не шутки, как это называется, денатурализация, и про это можно посчитать в интернете. Денатурализация. Денатурализация. Да, процесс сложный, нужно будет судиться с человеком в федеральном суде, не в миграционном, но все это возможно, все это бывает. Ну, хорошо, Андрей, давайте я вас поблагодарю, что мы уже тут какое-то время сидим, и я думаю, что очень много информации уже прозвучало для тех, кто этим вопросом интересуется. Поэтому давайте мы ребятам скажем пожелаем успехов, и независимо от того, где они, к чему они там стремятся и так далее, чтобы у них все было хорошо, и пусть в конце концов под нашим видео в комментариях задают больше вопросов. Те, кто хочет проконсультироваться уже так индивидуально, пусть обращаются, я дам ссылки в описании к видео на ваш канал, и вы, может быть, иногда, может быть, первую недельку заглядывайте в комментарии, может быть, там будет что-то такое, что требует вашего внимания. Я посмотрю комментарии обязательно, Михаил, и я отвечал на какие-то вопросы в комментариях под вашим предыдущим видео. К сожалению, на все вопросы ответить детально я не могу, это заняло бы очень много времени. Обращайтесь, звоните, пишите, и мы договоримся о встрече, телефонном разговоре, разговоре по скайпу, и конкретно вашу ситуацию обсудим. Ну, отлично, спасибо, я тогда уже наконец завершаю съемку, потому что я уже несколько раз приближался к этому моменту, и мы всем говорим счастливо и успехов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok